Итак, всем привет, с вами Дубгейм, и мы начинаем играть за США в Кайзер Шизу. Тут есть очень много путей у США, просто безумно много, настолько, что когда вы открываете гайд, у вас вот здесь вот есть еще категории. Есть вон пути Гувера, есть пути Макартура, Техаса, куча еще чего-то. В общем-то, куча всего. Но я думаю, пойдем в Макартура и, скорее всего, куда-нибудь в Цезаря. Посмотрим, как вам что получится. Я не слишком хорошо знаю пути здесь, я тут примерно понимаю, что можно делать. Но будем стараться двигаться в Макартура и строить сильную Америку. Потом уже, после победы в Гражданской войне, она, я думаю, займет некоторое время у нас, она здесь вроде как побольше по проработанию. Ну, посмотрим, насколько это правда. Как бы да, я на самом деле этого не знаю, я еще не воевал здесь в Гражданской войне. Скорее всего, мы пойдем в американский империализм и будем, собственно говоря, делать 10 фокусы. Будем заниматься вот этими вещами. Но это все позже, а мы начинаем. Поехали! Итак, Америка в очень страшном состоянии. У нас правит сейчас Гувер. Он нерешительный, он непопулярный и вообще несостоявшийся гуманитарий. Какой ужас. Страна наша в депрессии, у нас здесь огромный политический кризис, синдикалисты бомбят, еще невидимая империя бомбит. В общем, эта страна скоро разрушится. Ну и да, останавливать мы это все-таки не будет. Нам же нужно, чтобы правильные люди прилетать от этой войны задели места, верно? Фокусов здесь, конечно, огромное количество, но большая часть из них это как раз по путям различным. Пока что нам, как я понял, доступно лишь флот США взять, да? И вот, наверное, вот расширение военного департамента. Другого ничего, по-моему, у нас нет. Давай начнем с армии, да? Вот у нас тут ивентик про лор рассказывает. Ну, я думаю, если вам интересно, вы почитайте. Но мне, честно, не очень интересно. Примерно я понимаю так все. Строить нам какие-то военные заводы, фабрики или верфи сейчас не интересно. Поэтому давайте просто инфраструктуру построим. Ну, если успеем, конечно. Что у нас тут? Хромы, только не хватает вольфрама какого-то. Ну, давайте просто на нефть тогда построим и не будем сильно думать. В теории, конечно, имел бы смысл, наверное, построить все военные заводы там, где мы будем спавниться за нашего, собственно говоря, макартура. Но я, честно говоря, просто даже не знаю. И я думаю, мы и без этого справимся. А еще хороший вопрос, куда уйдет наш флот? В теории, мне кажется, больше сейчас должна остаться у нас. Но я могу быть очень легко неправ. Поэтому давайте будем строить конвои. Ну, наверное, какие-нибудь подлодки. Не будем слишком задумываться о каких-то больших кораблях пока что. Пока мы еще не на своей, так сказать, финальной строительной, не на своем финальном теге. О, мы, к сожалению, имеем право голоса в совете концессии. Плюс 5 ТНП. То есть минус 5, если интерпретировать на самое число. Так, преступный бум поразил всю страну. Ну, давайте вообще увеличим финансирование ФБР, да? Почему нет? Кстати, замечу, у нас политка вообще в минус идет. Так что вряд ли мы что-то с ней сделаем. Но вот инфраструктуру, по ощущениям, мы реально успеем даже достроить. И на пользу нам это в будущем, я думаю, пойдет. Тут, смотрите-ка, какой-то ивентик. Старая демократическая партия получит власть. Это, как раз, кинозапопы, да? Ну, окей. А вот и красные тоже получают власть. Тоже они идут в конгресс. Ну, видимо, нам, я бы сказал, представляют примерно партии, какие есть. Есть красные, есть инфраструктуры, так. Крах биржи германские, да. Статус армии США. Будем работать с тем, кто есть. Так точно. И, смотрите-ка, да, вот это мы здесь сделали. И у нас... Мы можем там что-то сделать. Мы можем сделать что-то с флотом. Скорее всего, мы не сможем закончить ничего с флотом. И мы можем здесь сделать биль. Вообще, у меня есть ощущение, что если мы его выдвинем, там, что-то как-то сделаем, может быть, мы сможем предотвратить. Хотя, скорее всего, это должно быть сложнее. Так что мы пытаемся этот биль выдвинуть, я думаю. Почему нет? Итак, черный понедельник бьет по Америке. Ну, да. Соглашение о национальном единстве. Можно коалицию сделать, да? Блин, ну, мне кажется, опять стабильности нам, наверное, не надо делать. Хотя, блин, давайте сделаем. Давайте сделаем. Смотрим на то, что наши действия в итоге сделают. Просто военизированное формирование, если что, происходит у нас сейчас. Сейчас, опять-таки, я не знаю, что к чему приведет, поэтому мы просто кликаем кнопочки и смотрим, какой интересный эффект они окажут. И у нас тут смерть Чапина. Это трагедия. О, у нас был концерн от них? Нет, не было. Ясно. И не согласен с кандидатурой от республиканцев. Мы можем вытянуть Кертиса, либо Лендена. Целые либералы, либо артнечные либералы. Честно говоря, понятия не имею, в чем разница. Давайте возьмем 20 политки. Сенаторы выходят из строя. Это, как говорится, с СПА, АПВ, либо Вагнером и Умеренным. Угу. Кто это такие? Итак, АПВ — это Америка превыше всего. Это что-то вроде, я бы сказал, умеренных каких-то националистов, что ли. Авторитарная демократию не представляет. Дальше, СПА. Это как раз-таки левые. И у нас есть еще Вагнер и Умеренные, которых я здесь не могу найти. Ну, давайте обратимся за помощью к ним, наверное, все-таки, да? Ну, Лонг и Хейвуд протестуют, это понятно. Сейчас еще, наверное, левые будут протестовать, да? Потоп в День Святого Патрика. Помочь этим людям, либо они сами справятся. Ну, стабильность не хочу терять, давайте политку потеряем. Все равно она в минусе у нас. Итак, мы выдвигаем наконец-таки Биль. Биль был отклонен. Получили власть как раз-таки правые и левые партии. Очень много причем. Можем пойти сюда. Ну, в принципе, он сразу пропускается. У нас, кстати говоря, Гувер сменил... Сменил свою иконочку. Можем сделать военный план белый. Это что? Селим или повстанцами? Настас гвардия. План Маккартура. Звучит как что-то, что нам надо. Давайте туда пойдем. Итак, что тут у нас происходит? Номинация демократов. Допустим. Здоровье Кертиса под вопросом. Кертис это как раз-таки у нас... Да, наш виза-президент. Лендона, либо Кертис остается. Ну, давайте Кертис остается, наверное. Я не знаю. Наверное, это что-то влияет, но я не знаю. Поэтому, я думаю, нам это сильно не важно. Прогрессивисты кого-то номинируют тоже. Так понимаю, на выборах, да, в ближайших? Да, в ноябре они будут. Очередные выборы в Вашингтоне. Макея СПА. Давайте убирать у них власть, я думаю. Везде, где можно. Панама оказывает давление на Куста-Рику. Ну, допустим. Так, первомайские беспорядки у нас. Вина полиции, либо СПА. Слушайте, но я не хочу давать власть СПА, поэтому... Ладно уж, вина полиции. Наверное, саквентина Рузвельта. Справедливая честная сделка. Давайте. И Панама отступает. Так, Дремонро остается в силе. Отлично. Итак, смотрите-ка, военный план белый. Мы сдуваем план с сетовой кодировкой для борьбы с внутренними беспорядками. Миннесота, либо Каролина. Если бы я еще знал, где это. Я нашел Каролину. Миннесота нет. А вот и Миннесота. Блин, у меня есть ощущение, что Каролина вообще должна быть поважнее, потому что здесь как будто побольше промышленности. Но если рассчитываю, что мы где-то будем здесь, вроде как Пакартер стартует здесь, но это очень не точно. Давайте берем в Миннесоту. И идем в развертывание национальной гвардии. Умирает Палмер, допустим. НРПР побеждает на выборах в России. Посмотрим сейчас, что там как произойдет. Так, старые демократы объявляют кандидатов. Окей. Неменация Кертиса. Окей. Так, Италия мне неинтересна. Закон о индийском гражданстве. Сейчас не время для популяризма, наверное, да? Да, давайте так. Растущая радикализация. Левые и правые, опять-таки, получают побольше власти. Неприятно, но что поделать. И наша гвардия готова. Айова либо Теннесси. Опять-таки, надо их найти. И вот она Теннесси. И вот она Айова. Опять-таки, наверное, Айову. Мы формируем где-то здесь базу, наверное. Как-то так вот растянуто быть, наверное, мы не хотим. И переходим к плану МакАртура. Нью-Йорк и Техаса. Два из наших важных и изумных регионов. Ага. Одна из этих сил должна получить силу. Нью-Йорк и Техас. А, ну я так понимаю, мы выберем все-таки Техас. Ну вот мы могли, видимо, выбирать. Мы идем типа куда-то направо. Вот сюда вот. Восток. Либо Центр-Юг. Я думаю, Центр-Юг как минимум очень важны из-за ресурсов здесь. Основные запасы нефти именно здесь. Есть еще на Западе, конечно. Но на Востоке их вообще нет. Что я думаю, здесь обосноваться, в принципе, неплохая идея. Особенно учитывая то, что так мы сможем наступать туда, куда мы хотим. Ну и, конечно, будем сами. Под двойным ударом. Но нету плюсов без минусов, верно? Итак, тут жара наступила. Минус опять стабильность. Ну, что нам сделать с этим? Ничего. Итак, битва в Индиане происходит. Ну-ка. Так, ладно, так не получится. Индиана. Вот Индиану он не дойдет, а Индиану, конечно, она найдет. И Индиана может, смотрите-ка, пробует удержать весь штат? Либо по разуму. Ага, я понял. Давайте попробуем удержать весь штат. Вице-губернатор убит. Что мы хотим сделать? Само справиться, наверное, нет. Ударить нам, наверное, по кладу. Ну, я думаю. Давайте. Восходящая звезда. Мы будем... Ха, с большим интересом следить за вашей карьерой. Да. Я знаю эту цитату. Ну, музыкальная индустрия, обецент говоря, нам не слишком интересно. Красное лето. Ну да, жажа, кровь. Неприятная ситуация в Америке. Но это пока что. Речь Макартура на День независимости. Параллель там еще какой-то ивент. Да, мне действительно плевать. И смотрите-ка, сделать выговор, либо оставить его. Это что такое? А, Макартура не предупредил президента, что он будет обращаться к нации. А, я думаю, мы не делаем выговор. Верно? Мы оставляем его. Ведь мы знаем, что будет дальше. Еще что-то интересное. Из республиканской партии уходят люди. Допустим. Так понимаю, наша партия, наверное, вот эта демократическая, что ли? Потом она станет более авторитарной. После, так сказать, гражданской войны. Или нет? Непонятно. Ну, опять-таки, скоро мы узнаем. План генерала Макартура. Мы слишком зависим от техасской нефти. И я думаю, да, это верно. Опять-таки, у нас будут с помощью нефти заряжаться самолеты топливом, заряжаться корабли топливом. И я думаю, мы постараемся использовать и то, и то в этой гражданской войне. Так что да. Так что я думаю, полезно. Нам остается не так много сделать. Мы можем выплату долгов потребовать, либо сделать фокус на флот. Я думаю, мы точно сделаем фокус на флот. Верно? А потом, я думаю, пойдем уже в эти фокусы тоже. Битва в Арканзасе. Обоим, клану, либо мини-тменам. Давайте по обоим всегда. Везде, где мы можем получить побольше, мы будем получать побольше. Смотрите-ка, старые демократы получают себе избирателей южных демократов. Неприятно. Ну, пока вроде как баланс сил выглядит неплохим. Мы вроде как все, что могли задушить, задушили. Ну, может не все, что могли, потому что я не знаю все, что можно задушить. Ну, кроме того, что мне было доступно. А южный демократ требует поддержки. Я думаю, надо прикрыть их. Палитка все равно в минус 300. Но куда ее экономить? Если можно на что-то потратить полезное, надо тратить. Так, статус в ВМФ США всегда сильный. Да, разговор МакАртура с Гувером. Угу. И я думаю, надо оказать поддержку нашему МакАртуру прекрасному. Верно? Почему бы и нет? Ничего плохого из этого точно получиться не может. Это мы закончили? Да. Теперь идем в выплаты военных долгов. О, жара закончилась. Отлично. Стабильность возвращается, но все еще она у нас отрицательная. Зато у нас, блин, еженедельные изменения есть, но политический кризис выбирает больше, чем мы получаем стабильность от того, что она у нас слишком низкая. Ну, что с этим поделать? Ничего, я думаю. Итак, выплату мы требуем. Они, конечно же, откажутся. И мы можем оставить отношения, либо принять закон о смутахоле. И я думаю, мы идем в этот закон. Ну да, как я и сказал, Канада, конечно же, откажется. 100 политики, 10 поддержки войны. Вообще, кстати, полезно, наверное, если бы эта страна имела будущее. У нас, кстати говоря, тут дивизии кое-как тренятся. Не знаю, у нас вот это вот удалят, не удалят. Ну, пускай будут здесь пока что. И смотрите-ка. Бельгия думает, что делать дальше. Ни одна из сторон не может прийти с соглашения. Бельгия сама по себе. Мне кажется, сейчас Бельгию немножко трахнут. Ну, такое иногда случается в мировой истории. Слушайте, нет. Похоже, Германия терпит. Германия через серпеж на Кайзере. Ну, ладно, ладно. И вот мы приняли закон с мотохолией. И у нас, да, не осталось ни одного фокуса. Так что просто ждем уже выборов, я думаю. И вот они выборы. Избирательный тупик можно нажать. Нет, а что нам вообще нужно, да? Кто такой МакАртуру вообще? И вот я посидел, подумал. И плюс. Я вообще думаю брать демократов. Потому что опять-таки, мне кажется, это ближе всего к МакАртуру. Даже если мы откроем вот здесь вот фокусы, то здесь есть просьба МакАртура. Другой вопрос в том, что я еще почитал, посмотрел. И кто вообще избегает, да? Вдруг я случайно выйду на то, чтобы избежать как раз-таки гражданской войны. А я хотел бы все-таки, наверное, ее провести. То Гарнер, это как раз-таки один из тех, вот он демократ, кто может избежать ее. Норрис и Лэдден, либо Кертис. Но здесь еще есть куча каких-то условий. Так что я надеюсь, что мы берем себе демократов. Но войну все еще получим. Верно? Мы просто не будем делать, так сказать, правильные выборы. И надеюсь, таким образом все равно начнем эту войну. И вот здесь вот такие вот вентики у нас вскакивают прекрасные. АФП получают полный контроль. Я думаю, мы не должны давать им полный контроль. Но, слава богу, хотя бы это перевели, потому что иначе вообще непонятно было бы, что выбирать. И вот здесь опять-таки, смотрите, как либерия, независимость, окей. Здесь опять-таки ивент. Но давайте берем нижний, опять-таки, потому что это не дает им взять Техас. И у нас еще один ивент появляется без переводов. Прекрасно. И вот еще один ивент. Видимо, там что-то плохое происходит. Нам говорят, ой, как плохо. А вот и еще один ивент, который дает нам кровоточащий Техас. Видимо, там сейчас начинаются проблемы в Техасе. И вот еще один ивентик финальный. Я думаю, надо брать самый жесткий вариант. Вот этот вот. Ну, по крайней мере, это выглядит жестче всего. Наверное, нам надо брать это. Давайте, да. Сложно сказать без переводов, что мы там делаем. Ну, допустим, вот, мы убрали идею эту, вернули стабильность и политку. Наверное, мы взяли правильный выбор. Но, правду мы никогда не узнаем. Происходит у нас тут отставка Джона Вейртроя. Еще стабильность война, может быть. Ну, да. И за поставку в Новый год они проиграли, собственно говоря, выборы. И решили, ну, тогда побастуем хотя бы. Ну, ладно, бастуйте. Итак, тут государственность Аляски. Ну, у нас есть дела поважнее, да. Инаугурация Гарнера. У нас теперь есть быстрые действия, решения. Потому что, смотрите-ка, нежелание вопроса экономики вызовет недовольство военных. И они мешаются в политике, что приведет к еще более сильному кризису. Вопрос, мы это хотим или не хотим? Хороший вопрос, на мой взгляд. Очень хороший вопрос. Но мы точно хотим уже начать, наверное, наши фокусы. Давайте пойдем по ним. И здесь мы начинаем, что, с разгрома радикалов, допустим. Жестокая линия президента. Мы победим, да. Поехали. Я просто посчитал, что это стартанет ивент этот фокус. Вроде как должен, по крайней мере. И потом, я думаю, мы просто после этого фокуса... Так, гвардия для охраны территории Аляски. Надеемся, что в этом нет необходимости, да. Пойдем, конечно, по экономическим фокусам. Депрессию ослаблять. Строить инфраструктуру в Техасе, которую мы как раз таки и решили делать основой в будущем нашей базы. Опять-таки, если мы правильно поняли ивенты. Новая надежда для Аляски. Мы вернемся в Америке сейчас и навсегда, да? Итак, радикалов мы разгромили. Давайте экономикой заниматься. Или нет? Я думаю, все-таки, наверное, да. А, вот, кстати говоря, прошел этот ивент. Я сейчас быстренько гляну, что там было бы в этом ивенте. И вот что произошло бы, если бы мы не взяли ни одного фокуса. Военная хунта становится правящей партией под МакАртуром просто моментально. И я так полагаю, у нас начнется война гражданская в таком случае. И, честно, мне это больше нравится, как развитие событий. Вместо того, чтобы там ждать. Потому что у нас, скорее всего, мы там сможем ее предотвратить. Потому что я выбрал себе кандидата именно того, который может ее прекращать. Нужно было только патерналистов бустить. Но уже ладно. Играть за ОСА мы не будем. Так. Да. Нам начинают накидывать побольше дивизий. Блин, у меня ощущение, что мы сейчас в одном Вашингтоне только и останемся. Ну, давайте-ка пока что выжидать. Я не очень уверен, куда нам надо наши дивизии ставить, на самом деле. Да. Пока что будем выжидать. Так, поддержать республику. Да, мы поддержим республику. И мы сразу можем начать рекрутировать ополчение. Давайте так и сделаем. Только в самые большие, наверное. Типа, вот какой-нибудь Вирджинии пять человек. Вот это все будем сейчас поднимать. Илонг делает Американский Союз. Ну, да. Короче, мы потеряли все. Мы останемся только вот здесь вот. Блин. Не самое приятное развитие событий. Но что есть, то есть. Давайте тогда все войска сейчас будем экстренно эвакуировать вот сюда, пожалуй. И здесь какие-то границы создавать. Причем, наверное, вот здесь вот мы тоже потеряем это все в Новой Англии. Так что, наверное, все сюда идет. А вот Тихоокеанский регион объявляет. Остаемся на стороне правительства, конечно же. И 30-дневный срок. Базовая стабильность 55. Пока не истек. Никто не имел своего решения. Угу. Тотальной войны удастся избежать? Ох, это вряд ли. Мы, кстати говоря, уже можем вот эти фокусы взять. ВВС либо армию. Давайте начнем с армии, конечно же. В первую очередь. И теперь вопрос вот, что с этим делать? Я не думаю, что мы сможем это удержать хоть как-то. Давайте отступать вот сюда, я думаю. Западный командный центр. Смотрите-ка. Это наша марионетка. Угу. Очень рискованно. Да, логично. Слушайте. Так, да ладно. Тогда эти войска будут оставаться здесь. Что делать? Ничего не делать. Эйзинг... А, Брэдли нас здесь будет поддерживать. Это звучит неплохо. Вряд ли они смогут что-то сильно сделать нам, но они вполне себе окажут нам реально поддержку. Но играть мы, конечно же, будем все еще за МакАртура. Эти две дивизии, не знаю. Наверное, куда-нибудь вот сюда давайте отправим. Там будем смотреть. Вообще, я бы, наверное, их передал вот сюда. Или я вообще бы, наоборот, запросил войска у командного центра. Да, давайте так и сделаем. И уже сам их бы распределял. Наверное, это было бы логичнее и лучше. Давайте только в отдельную армию, наверное. Ну, хотя, посмотрим еще. И вот так как-то вас расставим поровну. Коллинс отстранен должности неинтересно. Беспорядки в Новой Англии и Нью-Йорке. Сейчас, походу, там отберут у нас территорию. Ну, может и нет. Промышленность у нас вся освободилась. Давайте здесь строить военные заводы. У нас сейчас будет гражданская война. Нам очень нужна военная промышленность здесь. А, у нас вот здесь вот есть территория, к которым просто у нас даже нет доступа. Блин, здесь четыре фабрики. Я бы хотел здесь территорию сохранить, но я не вижу вариантов, как это сделать. На самом деле, нужно будет Фелдельфию пробить перед этим. Так, флот у нас требования свои выдвигает. Может согласиться, либо сказать нет. По-моему, если нет, то они там что-то будут делать плохое. И мы вообще можем выйти на путь, там где-то будет флот с государством, так сказать. Что-то вроде прусской армии с государством. Но мы, я думаю, просто согласимся и добавим себе идею Даниэл Лихи. Это куда он пойдет? Это он пойдет сразу в командование. Вообще не вижу причин отказывать ему. Получаем сразу все бафы на флот. Кстати говоря, что у нас по флоту? У нас осталась неплохая часть флота. Все еще. Да, корабли это эти древние все. Но, тем не менее, у них какая-то атака есть. Что-то они смогут оказать. Здесь вообще 54 где-то было, я видел. Да, корабли какие-то еще, ну, солидные, солидные. Но нам точно надо теперь переделать всю нашу военную промышленность, я чувствую. Потому что так все просто теперь не будет. Нет, промышленность у нас просто стала меньше. Поэтому и точно надо перераспределить. В будущем может что-то поменяется. Договор с Карр. Смотрите-ка, пакт о ненападении. С кем это? А, ОСА и АС это кто? Американский союз. Вот эти две страны подписали договор о ненападении. Мы можем заключить как раз с Карром точно такой же договор. Слушайте, это звучит разумно, я думаю. Да? Понятно, что мы с ними тоже будем когда-то воевать. Но раз вот эти ребята делают договор о ненападении, почему бы нам не сделать аналогичный? Таким образом мы сможем отвезти все свои вот эти войска вот сюда. И уже сконцентрировать наше нападение вот сюда. Возможно объединить вот эти наши территории, если они не будут утеряны. Да? Вполне себе неплохая идея, я думаю. И у нас тут дебаты происходят по армии. Можем подумать, что у нас тут есть. У нас есть план реформа Картура. Звучит как будто именно его мы и должны делать. Ведь мы правим МакК Артуром. Но что у нас здесь есть? Различные бафы на лидерство. Там опыт туда-сюда. Ну как-то не сильно интересно, честно говоря. Да? А что у нас здесь есть? Планирование. Ну, плюс-минус. Немножко полезно. Организация. Опять планирование. Ага, ага. Слушайте, вот это звучит уже поприятней. Баф выглядит как будто их очень много, да? Слушайте, тут у нас еще атака пехоты. Планирование. Слушайте, это звучит как будто нормально. Сниженная скорость фортирования реки минус 10. Кстати говоря, очень редко я вижу какие-то такие бафы. Я, наверное, в первый раз вижу, что были такие бафы. Блин, это звучит очень солидно. Там, наверное, бафы будут меняться, потому что здесь вы не видите, а везде одинаковые как будто. Наверное, они еще будут меняться. Выглядит как будто план очень хорош. Так что давайте ему и будем следовать. Потихоньку я еще ополчение тоже поднимаю. Но именно остыть я вряд ли буду. Кстати говоря, еще какие-то войска почему-то едут непонятно откуда. С островов. Хотя я вроде как все сюда пересылал. Как будто их там только заспавнило. Странно. Но, кстати говоря, Филиппины. Наша марионетка. Возможно, она от нас еще отколется. Но сам факт того, что все еще она здесь есть, позволяет нам оттуда войска перетянуть. Возможно, они опять-таки освободятся. Но если вдруг их можно будет использовать, почему бы их не использовать? Слушайте, 30-дневный срок. Почти подошел к концу. Никто не отступил. Что придет, то, конечно же, придет. И я думаю, пока что наш флот будет сконцентрирован на подлодках, чтобы подрывать как раз-таки торговлю других наших соперников американских. И мы здесь войска пересылаем. Ополчение, я думаю, все-таки сюда отправить. Будем сейчас пробовать синдикаты. Как можно быстрее задушить. И здесь как можно больше подефаться, наверное. Запрашиваем опять-таки войска постоянно у них. И укрепляем оба фронта. В другой вопрос, у нас будет ли достаточно здесь генералов? Наверное, да. Конечно же, у нас МакАртур остается лидером. Можно ему сразу перк вкачать, чтобы командночки дальше пополнялись. И, наверное, все ему под командование и назначим. И что у нас тут по нашим генералам вот этим? У нас есть какие-то прям хорошие ребята. Есть интересный вот этот парень, да? Прям очень хороший. Но кого-то такого прям невероятно крутого нет. Давайте тогда что мы сделаем? Ополчение, наверное, отдам вот этого генерала. Да? Хотя нет, давайте я даже вот этому ополчению я отдам этого генерала, потому что он вроде как должен быть нормальным. Еще кого-нибудь на оборону. Этот парень пойдет сюда, пожалуй. Мне очень важно, чтобы там они просто защищались. Это выглядит очень важным для нас. Можно, в принципе, лучшего нашего по статам генерала отдать в нашу основную регулярную армию. Нашему ополчению добавить следующего по качеству. Генерал это вот этот. И вот это вот. Давайте вот этого будем потихоньку качать. В принципе, он так-то вроде неплох, да? Ну, да. Непосредственно эти перки сейчас нам не помогут, но стата у него пойдет уровня. И потом эти перки когда-нибудь могут пригодиться неплохо. И пошло. Вторая гражданская американская война. В Испании тоже начинается, правильно? В Японии Гуам забирают. Ну, что поделать. Только не снова. Ну, да, да. Нам сразу отправляют добровольцев в некоторые страны. Объявляют войну в некоторые страны. Еще ополчение готово. Кстати говоря, да, но в Англии мы все потеряли. Неприятная ситуация. И мы еще одного генерала, кстати говоря, тоже потеряли. Или нет, я его точно назначал. Мы его реально потеряли. Что ж, тогда этого назначаем сюда. И да, мы войне сразу здесь, здесь. Но, но я замечу, что, что войск у них не так много прямо сейчас. Видимо, только я заботился тем, чтобы их подвезти куда-то. Ну, как только я. Просто там аишки, которые не понимают, что это надо сделать. Вот. Так что же в следующей серии мы начнем нашу войну гражданскую, прекрасную. Здесь она будет вести достаточно жестко. Стран здесь побольше. Плюс, возможно, тут какие-то еще ивентики. Видите, у нас есть, допустим, о ненападении пакт с вот этими вот ребятами. Это интересно и это полезно. Вот у этих ребят здесь, о ненападении. Постараемся мы сейчас максимально быстро пропушить синдикаты. Если здесь где-то у нас будут бреши в фронтах наших противников, там тоже мы будем стараться пушить. В общем-то, любая возможность будет взята. Любое преимущество будет использовано. А с вами ребят был Дубей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok